Друзья, всех приветствую! В данном видеоуроке разберем, как работают псевдоклассы. Первоначально хочу сказать, что я здесь задал простенькую верстку, то есть у меня есть блоки div, их всего в количестве 5. И внутри у нас есть элементы ul, которые содержат еще 7 элементов li. Все построено на флексбоксах, тривиально просто, мы эту тему уже проходили. И я здесь набросал уже готовые примеры, чтобы мы рассмотрели и быстрее все-таки вникли в тему псевдоклассов. Давайте первоначально я раскомментирую первый код, мы посмотрим, что мы тут имеем. Смотрите, мы работаем с элементами li, то есть мы ко всем элементам li обращаемся, но благодаря вот такой вот записи через точку first child мы можем сказать, что обращайся, ну чтобы наш код обращался к первому элементу, да, first child и задал ему background blue. Если мы сохраним, то мы получаем background blue. Такая же самая конструкция есть для last child, то есть последний переводится с английского. И соответственно мы последнему элементу задаем цвет зеленый. Дальше, есть конструкция env child, env child это, как вы уже сами поняли, то есть с первого там по десятый элемент, или какой мы тут захотим указать. То есть env говорит нам о том, что мы в скобках вот такую конструкцию вызываем, то есть функцию, которая нам достанет элемент и окрасит его в нужные свойства. То есть в данном случае третий элемент, мы работаем с третьим элементом. Если сохраним, то мы его окрашиваем вот в такой вот горячий желтый цвет. Следующее. То же самое. То есть мы смотрим просто, что окрашиваем также пятый элемент. Теперь even. Посмотрим, как работает even. Если мы передаем в env child, то скажет нашему браузеру о том, что делая четные наши элементы, окрашенными, то есть мы задаем background color в RGB формате, и смотрим, что у нас второе, четвертое, шестое элементы ли нашего блока окрашиваются в данный цвет. То же самое есть для нечетных элементов. Если мы посмотрим, мы окрашиваем их в зеленый цвет. Следующее. Элементы, которые мы можем окрасить по формуле. Формула работает следующим образом. То есть мы имеем количество элементов 7. Здесь формула идет до того количества. То есть пока мы не получим, не реализуем наши, так сказать, возможности формулы до количества элементов 7, мы никуда дальше не идем. Работает следующим образом. n это от нолика и до, так сказать, посинения, пока наши блоки полностью по формуле не окрасятся. Работает данный метод следующим образом. То есть это функция, которую мы вызываем. Мы здесь начинаем с нолика. n равняется нолик. И мы делаем 2 на 0, 0 плюс 2 будет 2. Далее 2 на 1, 2 плюс 2, 4. И затем это будет уже двоечкой. И смотрим 2 на 2, 4 плюс 2, 6. То есть получаем 6. Следующее это ntf last child. Мы работаем с блоком 3. Если мы раскомментируем, мы первый блок наш окрашиваем вот в такой вот зеленый цвет. То есть первый с конца. Для этого и задается конструкция при помощи ключевого слова last. То есть мы с конца берем и делаем наш элемент зеленым. Мы можем сделать второй так элемент зеленым или же третий с конца. То есть если вы заметите, все окрашивается. Следующее. Node. Node это говорит нам о том, что окрашивает нам все, кроме элемента, который мы указываем. Вот в этой функции. То есть мы все делаем, кроме второго элемента. Смотрите. Все окрасили, второй элемент у нас не окрашен. Следующая конструкция это empty. Empty, если мы посмотрим, у нас окрашивают только элементы, которые не имеют значения. То есть я специально здесь принудительно оставил наши блоки пустые. И вот они окрасились. И последнее. Это конструкция наиболее тяжелая в псевдоклассах. Это target. То есть таргетируемый наш элемент, который будет таргетироваться. Он будет иметь background red. И работает это следующим образом. Мы первоначально должны, если вы заметите, здесь я уже создал ссылочку, да, на то, что мы меняем цвет. И, то есть, мы создаем ссылочку. Ссылочка создается в формате решетка. И придумываем какое-то название свойства, да, нашего метода, который будет отрабатывать. То есть, в данном случае мы меняем цвет, поэтому я назвал changeColor. И мы должны задать какому-то элементу ID с вот этим вот названием changeColor. В данном случае этот элемент у меня самый последний, вот этот вот седьмой, в пятом блоке. Я задал ID, и благодаря тому, что мы в CSS прописали вот эти вот свойства, мы будем менять цвет. Давайте пока покажу, как это работает, если мы не будем менять цвет. Смотрите, я раскрою на весь экран, перейду в мобильную верстку. Если я нажму, то мы просто переходим на этот элемент. То есть, это очень удобно использовать, например, если вы делаете на сайте какие-то переходы, да, поблочно. Если, например, у вас есть какой-то заголовок, какое-то там приготовление, допустим, пищи, и этапы приготовления, мы накладываем. Первый этап будет у нас в одном месте, второй в другом, и тому подобное. И если я раскомментирую вот это вот свойство, которое мы задали, то при этом у нас еще будет меняться окраска нашего элемента. Давайте я это все уменьшу. Посмотрим, как это отработает. Смотрите, у меня сейчас блок окрасился, но он окрашивается только потом, тогда точнее, когда мы переходим по ссылке. Если я уберу вот эту ссылку у себя с урла, то у меня будет все нормально. То есть, он при нажатии на вот изменить цвет у нас меняется, то есть, нас перебрасывают к этому элементу. Ну, благодаря вот этому вот значению target меняем наши свойства. Вот таким вот образом все работает. В принципе, ничего сложного нет. Ребят, все это очень интересно. Это уже, так сказать, более такая тема, подходящая к JavaScript. Это важно знать и стоит отпрактиковать для того, чтобы закрепить материал. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!